Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о культуре употребления вина. Конечно, в первую очередь мы с вами обсудим, а зачем вообще это нужно? Какая-то культура, да, взял, да и пей. И когда-то я немножко где-то касалась этих вопросов в каких-то из своих видео и очень хорошо помню комментарии, что фу, вот это вот смакование там по чуть-чуть, аж противно. Ну, как говорится, каждому свое. Зато все рвать, да, из горла, ну, наверное, не противно. Повторюсь, каждому свое. Но давайте с вами все-таки порассуждаем, да, зачем нам эта культура и вообще для чего мы пьем вину. И сначала мы с вами поговорим о еде. Смотрите, еда – это наша физиологическая потребность. То есть без еды мы просто умрем. И мы вынуждены так или иначе, да, хотим мы, либо не хотим кушать. Но, тем не менее, мы же выбираем еду повкуснее, да. Мы готовим разные блюда. Мы их красиво сервируем, подаем на стол в красивых тарелках. По возможности ходим в рестораны и пробуем блюда высокой кухни, да. И нам тоже нравится, когда их подают на больших красивых тарелках, там, с кучей всякого декора. Зачем нам это? Ну, на самом деле, физиология человека сводится к тому, что нам надо чем-то забить желудок питательным. Да, чтобы там были определенные жирки, белки, углеводы, да. В принципе, можно пойти в какой-нибудь а-ля магазин спортивного питания или что-то такое. С баночки какой-то вот порошка наестся и физиологическую потребность мы удовлетворим. Но мы с вами все-таки люди, существа, да, с разумом и с потребностью, в том числе и к эстетике. Именно поэтому мы любим красиво и вкусно поесть. И, конечно, вот на постсоветском пространстве даже с культурой потребления еды у нас есть некоторые проблемы. Вспомним наше детство. В принципе, родители, я думаю, что сейчас многие родители так своим детям говорят, в детском саду нам всегда говорили, ешь быстрее. И часто мы привыкли вот эту вот еду хватать, да, быстро-быстро раз-раз-раз поел и куда-то побежал. Но это не совсем правильно. Потому что в таком случае, ну вот тот, кто торопился нам в детстве, сейчас, потом мы ломим всякие гастриты и прочие неприятные вещи. Еда плохо усваивается, мы ее плохо переживываем, плохо вырабатываются всякие пищеварительные ферменты. То есть это не есть хорошо. И когда у нас есть возможность, то и еду тоже надо потреблять правильно. Не спешить, хорошо пережевывать. Тогда мы и съедаем меньше, насыщаемся лучше. И при этом мы получаем эстетическое удовольствие. Если мы будем ложками есть красную икру, она нам не будет вкусной. Ну, когда мы ее там по чуть-чуть на бутербродик, да, тогда мы начинаем наслаждаться этой самой едой. Ну, а теперь переходим к вину. А зачем же мы пьем вино? То есть с едой понятно, и то мы стремимся с вами к эстетике, мы стремимся к такому приятному для нас потреблению. А с вином тут вообще все понятно. В физиологической потребности пить алкогольные напитки, да и в принципе любые другие напитки, у нас нету. Нам нужна вода. И вот вино это как раз-таки тот напиток, которым мы также удовлетворяем свои эстетические потребности. Вот вино это не про алкоголь. И когда тоже там есть комментарии, что вы спаиваете народ, еще что-то в этом роде, да, сама я тоже спиваюсь. Так вот, на самом деле вино это не про алкоголь. И вино пьют не для того, чтобы шумело в голове, чтобы почувствовать состояние опьянения. Для того, чтобы почувствовать состояние опьянения, есть другие напитки, да. Они будут проще, дешевле, там рюмочку вторую прокину и готовенькие. Но вино не про это. Вот вино это как раз-таки про эстетику и про наслаждение. Вино напиток очень многогранный. И смотрите, даже в историческом разрезе, вино это единственный напиток, который там и в религиозных культах использовался, и обожествлялся. Ну, много-много всего связано именно с вином. И не просто так описывают все вот эти ароматы, все послевкусия. Вот эту вот огромную вкусовую палитру именно для вина. И поэтому правильное употребление вина, повторюсь, не для того, чтобы шумело в голове, не для того, чтобы на утро она болела, чтобы там сушняк какой-то был. Ну, это не про это. То есть вино мы употребляем с другой целью, с целью эстетической. И еще. Все-таки я как винодел, как домашний винодел, тоже вам всегда все рассказываю через призму домашнего виноделя. Для чего мы делаем свои вина? Ну, конечно, у каждого есть своя цель. Но мы делаем свои вина, в большинстве субнатуральные, мы об этом говорили, без добавок, без ничего, чтобы почувствовать реальный вкус вина, то, как оно развивается. И когда мы открываем бутылочку, например, зимой, весной, мы вспоминаем, какой был год, какая была погода, сколько было солнца. То есть вино – это эмоции. И наша задача – не выливать эти эмоции через себя, грубо говоря, в унитаз, да, а получить их в полной мере. Ну, а теперь переходим непосредственно к культуре подачи вина и к тому, как его лучше употребить. Конечно, тут тоже есть разные мнения, да, напомню, что, ай, как это вот по чуть-чуть, аж противно. Ну, кому-то противно, кому-то противно другое. Очень популярны есть такие картинки в интернете, где девушки такие вот, все красавицы с бутылкой вина, либо дорогого шампанска, вот прям с горла все это пьют. Ну, для кого-то это считается круто, это не круто. Это снобизм, это понты, и это вообще, опять же, не про вино. Потому что, напомню, вино – это эстетика, и то, как мы его потребляем, в какой обстановке, как мы все это делаем, от этого будет зависеть, насколько полно мы сможем насладиться этим прекрасным напитком. Первое, о чем мы поговорим, это температура подачи. Да, наверняка вы слышали, что красные подаются при комнатной температуре, а белые подаются охлажденными, но с игристыми там вообще все понятно, они всегда подаются охлажденными. Ну, здесь есть некоторые нюансы, потому что комнатная температура, когда-то это давным-давно тоже люди заметили, при какой температуре вино лучше раскрывается. Так вот, комнатная температура – это приблизительно температура средневекового замка, 16-18 градусов. Что касается белых вин, тоже есть разные разбежки, кто-то там дает разбежку 8-10, кто-то дает разбежку 10-12. Смотрите, здесь у меня бутылка, и на ней есть вот такой термометр. Это нержавейка, такой браслетик, одевается на бутылки. Смотрите, я выбрала в Китае, в общем, китайцы уже все придумали за нас. Они все написали, вот какие температуры, для каких вин. Красная бургундия, крем-шери, дальше кьянти, красный бордок ларет, порта, ну и так далее. На самом деле такая вещь интересная, стоит какие-то копейки, но можно обойтись и без нее. И смотрите, важный момент касательно домашних вин. Домашние вины не всегда могут соответствовать той температуре подачи, которая, ну, как бы, общерекомендована. Понятно, что производители крупные, там, на заводах, на виноделях, они замечают, при какой температуре лучше подавать это вино, и пишут на этикетке. Мы, как домашние виноделы, нам немножко надо пройти этот путь самим. И здесь, что я рекомендую, всегда охладите чуть больше, потом, когда вы вино нальете в бокал, например, вы пробуете его вот холодным, потом даете ему немножко постоять, погреться. Можно даже согреть рукой. Сейчас мы перейдем к бокалам. Общепринятое, как бы, как держать бокал, держать его за ножку. Ну, я уже не буду вдаваться вот так ее держать или вот так. Это не суть. Главное, держать за ножку, чтобы бокал не нагревался. Но, если мы понимаем, что вот в таком охлажденном виде нам вино не совсем вкусно, то мы как раз-таки можем взять бокал вот так и немножко рукой его подогреть, подогреть там вино и попробовать. И тогда нам станет понятно, в каком случае, при какой температуре это вино будет вкуснее. За свои белые скажу, что совсем холодные не то. А вот когда охлажденное я налью в бокал, немножечко постоит, чуть-чуть подогреется. Вот температура где-то 12-14 градусов, при этом вино наилучше раскрывается. То есть, да, температуру надо соблюдать, но для домашних вин мы ее определяем сами экспериментально. Ну и раз пошла речь про бокалы, то, конечно же, бокалы. Вино не любит стаканы, вино любит красивую посуду. Опять же, возвращаемся к еде. Нам всегда приятнее потреблять пищу с красивых тарелок, пользуясь красивыми столовыми приборами. Как бы кто этому не сопротивлялся, но если кто-то сопротивляется, то это, скажем так, может быть, есть этому какая-то другая причина. На самом деле, стремление людей к хорошему, ну, это нормальное стремление. Никто сейчас не хочет ходить в лаптях, правильно? Так вот, бокалы. Бокалы бывают очень разные. Самое важное. Бокал должен быть из прозрачного стекла, и он должен быть тонким. Ну, во-первых, это красиво, да, это эстетично, это приятно. Более того, вино, особенно домашние натуральные вина, в бокалах раскрываются. Они дышат, они лучше отдают свой аромат. И поверьте, что не просто так придумали различные формы бокалов. Подробно я не буду останавливаться, есть отдельное видео, но бокал большой, это нормально. Вот этот, я точно не вспомню, по-моему, миллилитров на 600. Есть и на 800, абсолютно нормальные объемы. Две принципиально разные формы. Конечно, есть вот такие, есть вот такие, но основа тюльпан и шарф. В принципе, для дома достаточно будет и такого бокала. Смотрите, вот здесь форма одинаковая, отличается размером. То есть, это для красных вин, это для белых и розовых. Ну, понятно, у каждого свой достаток, у каждого свой лимит места в квартире. Да, и мы не можем там забить весь шкаф различными-различными бокалами. Поэтому вот это основа. И лучше берите больший. Есть возможность, мы берем для красного, для белого. А нет такой возможности, берем один вариант. Опять же, есть возможность, берем вот такой бокал. Есть еще возможность, берем и вот такой бокал. Вот такой бокал для более легких вин типа Пинануара. Вот такой бокал для более тонильных вин типа Каберне. Ну, вот это различные вариации, скажем так. Так, и еще, если мы потребляем игристая, то для игристых вин бокалы должны быть вот такие. Узенькие и длинные. У них может быть разное донце, более плоское, вот такое. Но игристая любит именно такие варианты. Варианты креманок, которые иногда можно увидеть, используются в настоящее время, только на больших банкетах, где разливают пирамиду, где надо это быстро разлить. Все в остальном, вот такой вариант. Дальше, наполняем бокал как. Кому-то кажется, ого, такой большой объем бутылку можно влезть. Можно, но не нужно. Мы наполняем бокал до места его, где вот самая широкая, либо не больше, чем на треть. А то и на четверть. То есть большой бокал нам нужен для того, чтобы вино чувствовало там себя свободно, а не для того, чтобы налить туда много. Подача вина и розлива бокала. Конечно, большинство из нас просто берет бутылку, откупыривает ее и разливает. Вариант неплохой. Но смотрите, особенно домашние вина, что часто в них бывает? Осадок в бутылке. Многие из вас очень торопятся. Уже сейчас идут вопросы, а когда можно разливать бутылки? Мы слишком-слишком торопимся. И поэтому, даже если у нас там не идут остаточные брожения, то зачастую в бутылках выпадет еще осадок. Если мы только там не фильтровали, если мы только не сильно-сильно осветляли, ну тогда может быть там все чистенько, а иначе у нас, как правило, выпадает осадок. И в таком случае мы вино, ну правильно будет его декантировать. То есть от этого осадка избавить. Я сейчас вот буквально через минутку сделаю вам вставочку. Я когда-то летом весь этот ритуал показывала, вот сделаю эту вставочку. В таком случае мы берем, вообще у нас бутылки должны, если они закрыты корковой пробкой, храниться в горизонтальном виде. Ну либо в полугоризонтальном. Самое главное, чтобы пробка смачивалась вином. Если у нас винтовые пробки, то там, конечно, можно и стоя. Для чего нам еще может понадобиться декантор? Особенно если у нас молодые вина, которые бывают кисленькие, бывают там жесткие танины. А в таком случае декантор тоже нам нужен. Потому что он позволяет вину подышать и смягчиться. Ну и конечно, да, есть там определенные правила, какие вина декантировать, какие вина не декантировать. Касательно нашего домашнего виноделия. Нам все надо пробовать. И поэтому я вам рекомендую. Заведите дома декантор. Конечно, если вы будете искать там в некоторых магазинах, бывают деканторы безумно дорогие. Но на самом деле есть и бюджетные. Можно на Алиэкспрессе заказать. Можно еще где-то поискать. Обычные графины. Это тоже декантор. Единственное, что чем вина наша моложе, тем декантор должен быть с более широким дном. Чем вина старше, ну, с домашним виноделием, особенно при небольших объемах, будет сложновато, ну, тогда декантор становится более узенький. И тоже я как-то рассказывала про деканторы. Наш белорусский стеклозавод Неман выпускает. Притом некоторые из них очень бюджетные. Два года назад я покупала декантор за 8 с хвостиком белорусских рублей. То есть на самом деле цена ну, очень низкая. Тем не менее, рекомендую такую вещь дома иметь. Во-первых, вы сможете полностью насладиться вашим вином, да, прочувствовать всю его эволюцию вкусов. Это просто красиво. Сам этот ритуал, если к вам особенно гости приходят, у вас есть возможность сделать для них целое шоу. Ну, а теперь вставочка, как это все сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, если сейчас у вас нет декантора, нет никаких графинов, это не значит, что вы не сможете насладиться вашим вином. Для этого нам нужны, повторюсь, большие бокалы. Можно покрутить вино по бокалу, дать ему постоять, дать ему подышать, и тоже будет неплохо. Но стакан трав, конечно, интереснее. Следующее. Сочетание вина с едой. Тоже очень важная часть и очень большой пробел в нашей культуре. Много раз я говорила, что мы вино не закусываем. Ни в коем случае. Вином мы запиваем еду. И исторически тоже всегда вином запивали еду. Вино помогало усваивать пищу. Плюс в историческом аспекте часто вино употребляли вместо воды, употребляли с водой, потому что вода бралась из открытых источников. Там могли быть какие-то плохие микроорганизмы. Поэтому воду пили мало. Пили вино или воду с вином. И, конечно, вином запивали еду. Следующее. Сочетание вина с едой. Тоже очень важная часть и очень большой пробел в нашей культуре. Много раз я говорила, что мы вино не закусываем. В принципе, в некоторых случаях мы можем немножко выпить вина перед едой для пробуждения аппетита. Это нормально. При этом употребляют сухие вина. Но, смотрите, если вы голодненькие и у вас уже желудки крутят, потому что вам хочется покушать, то такое делать не нужно. Все-таки сначала чего-то положить в наши желудочки и только потом запивать вином. Потому что, конечно, вино это не очень алкогольный напиток, но тем не менее алкогольный. Плюс там определенные кислоты, определенные танины, все равно они на голодное могут вызвать раздражение. Если наоборот, там кушать не очень хочется, мы никуда не спешим, тогда это хорошо. Дальше. Вином мы еду запиваем. И для того, чтобы в полной мере насладиться и вином, и едой, нам нужны правильные сочетания. Многие слышали, что красное подается к мясу, белое подается к рыбе. Но на самом деле эти догмы уже давно перечеркнуты. И все зависит от того, какое красное и какое белое. и как не рекомендуется употреблять. Первое. Сухие, кисловатые вина с какими-то фруктами, с чем-то сладеньким. Это вообще самое худшее, что может быть, но то, что, кстати, очень часто присутствует в нашей культуре. Ой, вино, давайте с фруктиками и чуть ли не с тортиками. Это сладкое, вино и так кисловатое. Возникает еще больше контраст, и никакого наслаждения от вина мы не получим. Также не рекомендуется как бы в обратную сторону, если у нас вина полусладкий, употреблять их с майонезными салатами и с тем, что будет содержать уксус. То есть какие-то уксусные соусы, но опять же, там сладкое, там кислое, нарушаем все балансы. Красное вино вообще не дружит с кетчупом и какими-то вот такими соусами тоже может быть невкусным. Причем ни то, ни другое. А дальше мы идем по такому принципу. Чем у нас плотнее вино, чем оно более терпкое, чем оно более насыщенное, тем более тяжелая пища к нему подойдет. То есть жареное мясо типа гриля, типа шашлыков замечательно будет сочетаться вот с такими плотными винами. И как только вино становится слабее, и еда к нему тоже должна становиться слабее. То есть, например, красные легкие вина, мы их можем сочетать с мясами какого-то другого вида, там кролики, птица, неважно, там курица, индейка, то есть это тоже будет мясо, но более такое легкое. Сюда же можно отнести и рыбу, горячие рыбные блюда, какие-то такие рыбы типа тунца плотные, они с легкими красными винами тоже будут сочетаться. И та же птица, те же вот более легкие мяса могут прекрасно сочетаться с белыми винами, ну такими плотными белыми винами, у которых там или бочковая выдержка, но если мы говорим о домашних винах, то часто мы делаем белое по красному способу, то есть тоже это будет такое плотное насыщенное вино, и его можно сочетать именно с такими продуктами. И также всегда напоминаю, что если вам вино кажется кислым, значит возьмите к нему что-то солененькое. При сочетании кисловатого вина с соленой пищей как раз таки возникает вот тот эффект синергии, когда вам вкусно и то, и другое, и после солененького вино кисловато может становиться вплоть до сладенького. И тоже много раз я вам давала такие рекомендации, что наши домашние вина, они все разные. У всех они разные. И белое мое, и белое ваше будет разные, и красное мое, и красное ваше будет разные. Поэтому пробуйте. Причем можно изначально, скажем так, порепетировать, посмотреть, с чем это будет лучше сочетаться. Взять нарезочку, какую-нибудь мясную, что-то немножко жирненькое, что-то немножко кисленькое, может быть оливочки какие-то, может быть даже маринованный огурчик, не бочковой, а маринованный, более легенький. И попробовать все вот эти сочетания, посмотреть, что для вас будет наиболее вкусно. Когда вы подберете эти правильные сочетания, тогда вы сможете действительно наслаждаться и едой, и вином. Ну, конечно же, помним про меру и помним цель, для чего мы вино употребляем. Не для того, чтобы шумело в голове, не для того, чтобы совершать необдуманные поступки, не для того, чтобы на утро нам было плохо. Нет. Мы употребляем вино для другого. И да, винопотребление – это определенная философия. Впрочем, как и виноделие. И мы не пьем вино залпом. Мы не пьем вино до дна. Да, пусть кому-то это покажется противным, ну что ж, его право. Но вино мы пьем глотками. И наслаждаемся этим каждым глотком. И после того, как мы проглатываем, мы чувствуем во рту шлейф. Этих ароматов мы чувствуем, как оно эволюционирует, как они развиваются. Именно для этого, собственно говоря, мы все и делаем. А также погружаемся в эмоции, вспоминаем, как мы все это растили, сколько труда мы в это вложили, как виноград напитывал солнышко, энергию земли. Вот это вот все. И сегодняшний ролик я закончу цитатой героини фильма «На обочине». Мне нравится размышлять о жизни вина. Оно ведь живое. Я часто думаю, что происходило в тот год, когда вызревали плоды. Светило ли солнце или шли дожди. И еще я думаю про людей, которые собирали этот виноград. Мне нравится, как вино созревает. Вино из бутылки, открытой сегодня, по вкусу будет отличаться от такового же вина из бутылки, открытой любой другой день. Потому что бутылки с вином – это живое существо. И час за часом его вкус становится богаче и достигает пика. А затем начинает угасать. Медленно и неизбежно. Ну а я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подведя, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!